Мессию Ишуа Еврейские заповеди закона Моисеева. Почему, спросите вы? На этот вопрос обычно дают один из следующих двух ответов. Первый, потому что вы еврей. Да, да, если вы верите в Иисуса Христа, то кем бы ни считали вас окружающие, в том числе и ваши ничего такого не подозревающие, мама, папа, бабушки и дедушки, вы еврей. А точнее, потомок одного из десяти потерянных колен Израильского царства. Тех самых, которых в 721 году до нашей эры угнали в Ассирию. Сюрприз? Да, еще какой. Другой. Другой вариант ответа, это потому что в народе Божьем должен быть один закон для всех, то есть для евреев и для неевреев. Ну иначе, что же это, послушайте, за единство, когда одним можно есть все и работать, когда им вздумается, а другим нужно соблюдать и кашрут, и субботу. Непонятное единство. Первый ответ вы можете получить у так называемых эфраемитов, о которых мы поговорим в отдельной программе, а второй у тех, кто придерживается учения под названием «Один закон». В прошлой программе мы уже немного говорили об этом учении, в его основе лежат, по сути, 3-4 неправильно истолкованных библейских отрывка, и сегодня мы попробуем увидеть, в чем именно заключается ошибочность этих толкований. Отрывок первой истории, в 12 главе книги «Исход» написано следующее «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Словосочетание «один закон» взято именно отсюда, но что означает этот стих и какое отношение он имеет к нам с вами? Прежде всего, значение этих слов для их первоначальной аудитории. Это мы узнаем из контекста, обычно, также и здесь, в этом случае. Вместе с евреями из Египта вышло множество разноплеменных людей, написано в 12 главе 38 стихе. А выражение «Один закон» встречается в ходе изложения условий празднования Песоха. И сказал Господь Моисею и Арону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. «Поселенец и наемник не должен есть ее, в одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте, все общество Израиля должно совершить ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Речь идет прежде всего о тех, кто может есть Песох, то есть пасхального барашка, а кто не может. И Тора проводит четкое разграничение между иноплеменником, с одной стороны, то есть необрезанным, и, с другой стороны, евреем, то есть обрезанным. Необрезанный не может есть Песох, а обрезанный и может, и должен. И если среди неевреев на земле Израиля появится пришелец, то есть иноплеменник, пришедший из другой земли, и он захочет совершить Песох вместе с евреями, то есть условие должен быть предварительно обрезан сам и все мужчины в его доме. То есть он должен стать частью Израиля. А если иноплеменник не захочет становиться частью Израиля, то есть обрезаться, тогда он, соответственно, не может есть. Песох, но также на него не будут распространяться обязанности, которые есть у евреев в отношении соблюдения всех заповедей Торы. При вступлении в землю Израиля, Иошуа Бенун, или Иисус Навин, в синодальном переводе, призывает, простите, приказывает всем, кто не обрезан, обрезаться. Что было с иноплеменниками в дальнейшей истории Израиля, то есть сколько времени они, поселившись на земле Израиля, жили вне обрезания, мы не знаем, Тор об этом ничего не говорит. Выражение «Один закон» встречается в Торе еще дважды, в 15 главе книги чисел об этих фразах. «Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный, в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет перед Господом. Закон один, и одни права, да будут для вас, и для пришельца, живущего у вас». Первое место. И второе. «Один закон, да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что-то по ошибке». Контекст, в котором здесь появляется выражение «один закон», это правило совершения различных жертвоприношений. Может быть, из всего этого нужно сделать вывод, что Тора подчеркивает недопустимость дискриминации пришельцев только в случае совершения жертвоприношений или празднования Песоха? Вряд ли. В Торе неоднократно подчеркивается, что по отношению к пришельцу не должно быть никакого лицеприятия. В конце концов, евреи должны помнить, причем помнить хорошо, что и сами они были пришельцами в Египте. Да и сейчас, когда у них есть своя земля, Тора дается народу для жизни в земле обыдеванной. Это нельзя забывать. Да и сейчас тоже евреи не владеют этой землей, а являются лишь пришельцами и поселенцами на ней, у ее настоящего хозяина, Господа Бога. И поэтому даже с необрезанным пришельцем нужно быть милостивым и справедливым, а уж если он обрезался, то тем более должен восприниматься израильтянами как один из них, без всякой дискриминации. Насколько я могу судить, буква и дух Торы требуют именно такого подхода. Но какое отношение все это имеет к нам? Сторонники одного закона говорят, что самое прямое, потому что сам Ешуа сказал совершенно ясно. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из сих заповедей малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Закон никто не отменяет, говорит Ешуа. Поэтому все заповеди, вплоть до самых малейших, нужно исполнять. Именно в таком ключе переводят 19 стих и Стерн, и Кузнецова. Однако, кому были сказаны эти слова? Они встречаются только в Евангелии от Матфея, который, как известно, писал свое Евангелие для еврейской аудитории. И поэтому следующий стих для этой аудитории звучит очень вызывающе. Ибо говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности учителей Тора и Прушим, то есть фарисеев, вы никоим образом не войдете в Царство Небес. Каким же образом простые, необразованные, то есть по большей части евреи, слушавшие Ешуа где-нибудь в Галилее, могли превзойти в праведности, то есть в исполнении воли Божьей, учителей Тора и фарисеев, посвятивших всю свою жизнь изучению Писаний и благочестию? Ответы на этот вопрос Ешуа дает в следующей части своей Нагорной проповеди. Что же выясняется? Выясняется, что вместо десяти его ученики должны давать двадцатину, вдобавок к субботе должны еще соблюдать понедельник и среду, утроить или учетверить количество жертвоприношений, постов или молитв? По каким параметрам они должны обойти еврейскую религиозную элиту? Из дальнейшего текста на Нагорной проповеди ясно, что Ешуа смотрит вообще в совершенно другом направлении, а именно в направлении человеческого сердца, поскольку зло и нечистота коренятся именно там. И в этой проповеди, и в полидавляющем большинстве всего своего учения, Ешуа говорит не о специфических еврейских заповедях Торы, а об универсальных ее заповедях, то есть о тех, которые распространяются на всех людей. Итак, еврейские ученики Ешуа, продолжая соблюдать Тору, в своем стремлении к праведности должны обратить внимание не на праздники, кашрут и прочие ее заповеди, данные исключительно Израилю, а на общечеловеческие. Деление заповедей Торы на эти две категории уже существовало в его время, но что насчет его нееврейских последователей? Должны ли они тоже соблюдать всю Тору, как и евреи? Сам Ешуа о неевреях не сказал ни слова. Его служение ограничивалось народом Израиля. Что же в таком случае сказали по этому вопросу апостола? Может быть, идея соблюдения язычниками закона Моисеева исходила от них? Раз уж Ешуа по этому поводу промолчал. Увы, на это нет даже малейших намеков. Нигде в Новом Завете апостолы не призывают ни евреев, посвящающих себя Ешу, принимать обрезание, соблюдать субботу, праздники Израиля, кашрут и прочие специфические еврейские заповеди Тора. Почитать отца и мать – да. Быть верным жене, преданным своей семье, честным, работать своими руками – да. Избегать идолопоклонства – да, разумеется, но все это универсальные заповеди. Ни в книге деяний апостолов, ни в посланиях своих апостолы не призывают бывших язычников стать евреями или жить по-еврейски. Более того, в послании к Галатам апостол Павел очень ясно пишет против обрезания. Не против обрезания вообще, а против того, чтобы его принимали неевреи. Вся суть Нового Завета в том и состоит, что язычники получают полноту благословений Божьих не через обрезание, а через Мессию Ишуа. В Галатам 5 стихе 3 Павел пишет «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Это означает, что необрезанный не обязан соблюдать весь закон. И делать это заявление было бы бессмысленно, если бы язычники уже были обязаны соблюдать весь закон. Причем Павел здесь не делает никаких оговорок, типа «я бы хотел, чтобы вы соблюдали весь закон, но не хочу вам это навязывать, со временем вы и сами к этому придете, когда дозреете». Хотя при обсуждении безбрачия он делает именно такую оговорку «Желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое одарование от Бога, один так, другой иначе». То есть в тех вопросах, где неоднозначности и вариации допускаются, он разъясняет их, чтобы не навязывать другим людям собственный выбор, там, где в этом нет никакой необходимости. Но в вопросе обрезания язычников он совершенно однозначен, непреклонен и тверд. Обрезание, а с ним и обязательство жить по-еврейски исключается. Нееврей может по собственному выбору решить соблюдать те или иные чисто еврейские заповеди Тора, если это требует ситуации. Например, смешанный брак или особое призвание и водительство от Бога, но он не обязан соблюдать их и обязывать его к этому будет просто совершенно неправильно. А что же насчет Иерусалимского собора? Разве там апостолы не решили, что язычники со временем придут к соблюдению Торы в полном объеме? Разве не об этом говорят их слова, записанные в 15 главе Деяний? Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. О чем именно говорят эти слова, комментаторы спорят, потому что стих непонятный. Но зато понятно другое. Когда в той же самой 15 главе апостолы пишут свое послание братьям из язычников, они эту фразу в свой текст не включают. Послание язычникам апостольское предельно, коротко и ясно. Мы не требуем от вас ничего, кроме следующих нескольких вещей. Подведем итог. Вы не еврей, верующий в Иешуа, как в Мессию Израиля. И вы хотите соблюдать субботу, праздники и кашрут на здоровье. Но, пожалуйста, помните при этом две вещи. Во-первых, вы совершенно не обязаны это делать. Не соблюдая всего этого, вы не согрешите, а соблюдение не даст вам никаких дополнительных благословений или преимуществ перед кем бы то ни было. Во-вторых, если вы все-таки решите соблюдать, вы должны при этом сделать все зависящее от вас для сохранения единства с теми нееврейскими верующими, которые видят все это иначе. В Писании есть вещи более важные и есть менее важные. И уж если вы решите соблюдать менее важные заповеди, которые, будучи не евреем, вы соблюдать не обязаны, пожалуйста, при этом не нарушайте важнейшие заповеди Иешуа, а именно о братской любви и единстве, которые обязаны соблюдать мы все. Спасибо. Шалом.